Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Снова вместе стартовал Петербургский международный экономический форум. Здравствуй, Лето! Прокуратура Республики проверила условия отдыха детей. Юный страж закона. Сотрудники ОФСИ на России по Чувашии организовали конкурс для ребят. Сегодня в Санкт-Петербурге начал работу Международный экономический форум. Главное событие в России с начала пандемии. Здесь собрались представители деловых округов не только нашей страны, но и всего мира для обсуждения ключевых вопросов. Как будет развиваться экономика в постпандемийное время? Что станет точками роста? Какие ресурсы и резервы предстоит задействовать? Из Санкт-Петербурга Татьяна Молокова и Андрей Шоклев. На форум Санкт-Петербург приехали порядка 5000 человек. Мероприятие проходит с соблюдением всех мер безопасности. Главная тема форума также посвящена пандемии. Снова вместе экономика новой реальности. В деловой программе форума свыше 100 дискуссий, которые посвящены вопросам глобальной экономики. Отдельно есть социальная и технологическая повестки. Делегацию Чуваши планируют заключить на форуме более 10 соглашений и обсудить реализацию ряда инвестиционных проектов. Приветствуем вас на церемонии подписания меморандума. Первым подписанным документом на полях форума стал меморандум о социально-экономическом партнерстве с ПАО «Т-Плюс». Стороны намерены внедрять современные технологии в области производства, транспортировки и учета энергии, а также развивать систему централизованного теплоснабжения. Компания планирует инвестировать в тепловое хозяйство Чебоксар и Новочебоксарска порядка 17 миллиардов рублей. У нас есть много намерений, это и ценовая зона, и это и концессия. Это в итоге большие деньги инвестиционные регионы. Мы партнеров выбираем, прежде всего, с позиции заинтересованности, взаимной заинтересованности и региона, и самого партнера к участию не только в неких коммерческих проектах, но и в социальной жизни региона. Вот в случае с «Т-Плюс», мне кажется, ровно такой случай, потому что «Т-Плюс» достаточно глобально присутствует в регионе. Это два объекта генерации. Если говорить о Чебоксарской генерации, это основной поставщик тепла. И очевидно, что здесь мы уже являемся такими глобальными партнерами. В рамках соглашения кабинета министров Чувашии компанией «Биопланета» в республике будет реализован первый в России инвестпроект по выпуску биоразлагаемого пластика. Есть экологически чистый пакет, который используется ткани, льняные и прочие материалы, но именно самого пластика в России не производится. То, что есть небольшие и существуют производства по производству готовой тары, это, как правило, все базируется на импортном сыре. Но с точки зрения бизнеса, в принципе, биоразлагаемый пластиковый себестоимость дороже нефтехимического. А с учетом того, что материалы импортные, продукт становится еще более дорогим. Ну и мы должны понимать с вами, что использование дорогого исходного сырья – это в конечном итоге нагрузка на потребителя. Поэтому появление такого производства в России – это будет способствовать не только улучшению экологической обстановки, но и тому, что какая-то продукция станет дешевле. Производство планируют разместить в особой экономической зоне на Учебоксарске. У этого уникального направления большое будущее. Начинаем работу по реализации биопластика. И это станет как раз основой для того, чтобы запустить процесс замены продукции из полиэтилена и пластика. И таким образом, если, а я уверен, что успех будет, если мы будем совместно работать, то это даст великолепные возможности для развития многих новых направлений и целых отраслей, и в том числе для реализации предпринимательских идей на территории Чувашьей республики. Еще одна тема переговоров на форуме – поддержка молодых и инициативных людей. Развитие социальных лифтов, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых в различных сферах деятельности, будет способствовать соглашению с некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей». Мы данным соглашением хотим зафиксировать основные направления взаимодействия, в том числе дорожную карту, по тем проектам, где «Россия – страна возможностей» участвует. Всего 26 проектов. 26 проектов, которые представляет «Россия – страна возможностей». Но мы предполагаем, что можем вовлечь максимальное количество заинтересованных участников, жителей нашей республики, с тем, чтобы у них появились эти возможности для собственного развития. На платформе «Россия – страна возможностей» проходит множество различных мероприятий. В них активно участвует молодежь Чувашии. Соглашение расширяет возможности сотрудничества. Нам важно, чтобы речь шла действительно о всей стране, не только о крупных мегаполисах. И с Чувашией у нас есть уже прекрасные взаимоотношения. У нас более 67 тысяч участников наших проектов как раз из Чувашской республики. Почти 300 из них стали победителями наших проектов. Чувашия имеет открытый доступ ко многим цифровым платформам, так что у жителей республики большие возможности. Конкретные шаги по продвижению проектов платформы «Оно – Россия – страна возможностей» будут прописаны в дорожной карте. Завтра форум продолжит свою работу. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика из Санкт-Петербурга. Умение управлять финансами – навык по нынешним временам. Необходимы, особенно если речь идет о вложении средств. Причем финансовую грамотность сегодня стоит рассматривать в совокупности с инвестиционной, цифровой и киберграмотностью. Задача специалистов – предупредить о существующих мошеннических схемах. Сформировать культуру отношения к деньгам. Выход на фондовый рынок сразу с большими суммами – это очень опасная вещь. Поэтому правильно, что люди выходят с небольшими суммами. И цифровизация финансового рынка – это позволяет. Мы, конечно, за то, чтобы у людей была подушка безопасности, и они размещали свои деньги, которые составляют подушку безопасности, безопасный инструмент, прежде всего, вклады в кредитных организациях. Но приобретать дополнительные знания, или если накопило больше, чем подушка безопасности, имеет смысл точно на фондовом рынке. Инвестиции – это труд, это время, это знание, это опыт. И без труда не выловишь рыбку из продажи. Глава Чуваши отметил, что в республике работа по повышению финансовой грамотности людей ведется давно. Но масштабы были не те. Многое изменилось созданием Центра развития финансовой грамотности как института, который изучает лучшие практики и внедряет положительный опыт. Серьезным подспорьем стало и подписание четырехстороннего соглашения. В прошлом году было подписано четырехстороннее соглашение. Это Министерство финансов, Центральный банк Российской Федерации, Чувашская Республика и Ассоциация банков России по поводу реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Чувашской Республики. И здесь совместные эти действия дают возможность максимально системно охватить информирование и повышение грамотности в области финансов различных слоев и категорий населения. Вчера в республике были подведены итоги одного из престижных конкурсов финансовой журналистики «Рублевая зона». Было рассмотрено более четырехсот работ со всей страны. Журналистское расследование – это особое, эксклюзивное блюдо в репертуаре СМИ, и это может делать не каждый. Конкурс проходит под эгидой Комитета по финансовому рынку Государственной Думы России. Жюри определило призеров в основных номинациях творческого состязания. Журналисты Чуваши вошли в топ-3. Это корреспондент газеты «Советская Чуваша» Людмила Арзамасова и экономический обозреватель Андрей Иванов. Актуальную для финансового рынка работу подготовила журналист интернет-издания Инна Серова. Ее отметили в номинации «Лучшее журналистское расследование». Читатели, для которых, в общем-то, это все и делалось, ну, отнеслись не просто с интересом, но и с пониманием, и что-то от этого получили. Потому что все-таки основную свою задачу я вижу в том, чтобы помочь людям разобраться в той или иной ситуации. Ну, и мне вдвойне приятно получать эту награду в городе Чебоксары, которую я знаю давно, которую я очень люблю. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Владимир Синдеев, Республика. Стали известны итоги предварительного голосования партии «Единая Россия». Напомним, оно проходило по всей стране в электронном формате. В Чувашии в нем приняли участие более 180 тысяч жителей. Были зарегистрированы 220 кандидатов в 22 округах по выборам депутатов Госсовета Чувашии и в двух избирательных округах по выборам в Госдуму России и в список партии. По партийному списку в Государственной Думе России больше всех голосов набрала секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Алена Аршинова. Более 128 тысяч. И это один из самых высоких результатов в стране. Подтвердили уровень доверия избирателей действующие депутаты Госдумы Николай Малов, почти 60 тысяч, и Леонид Черкесов. Более 37,5 тысяч голосов. Отличный результат показал министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, который впервые принимал участие в предварительном голосовании. Он набрал 52 тысячи с лишним голосов. По одномандатным округам Государственной Думы России первые места заняли министр образования и молодежной политики Республики Алла Салаева. Более 31 тысячи голосов. Известный в Республике меценат и общественный деятель Леонид Пронин. Около 22 тысяч. Партия поддерживает и дает путевку на выборы тем, чьи идеи и предложения соответствуют запросам наших избирателей. Электронно-предварительное голосование – это хороший способ заявить о себе, как о политике. Народное голосование определяет не только победителей, но и ближайший резерв партии. Что касается итогов предварительного голосования по округам Госсовета, то здесь ситуация такова. Заместителю главы города Чебоксара Николаю Владимирову отдали голоса около 3,5 тысяч человек. Мы можем ответственно заявить, что у нас есть контакт с избирателями, избиратель нас видит и голосует за нас. Борьба была конкурентной и честной. Хотелось бы поблагодарить наших избирателей за то, что нас поддержали в предварительном голосовании. Продолжаем дальше работать вместе. Ректор Чувашского государственного университета Андрей Александров набрал более 2 тысяч голосов. Для любой партии систематическое обновление – это ключевая задача. Очень большой интерес проявляет к участию в этом предварительном голосовании не только члены партии «Единая Россия», но и беспартийные. По отраслевому принципу. В основном это те, кто трудятся в системе образования. Это аграрии, работники сферы индустрии, медики. Вот они составили костяк из 220 претендентов, которые участвовали в голосовании. Вот 46 всего лишь старше 55 лет. Главному врачу Федерального центра травматологии Николаю Николаеву отдано 2 515 голосов. Каждый пятый житель Чувашской республики принял в нем участие. Конечно, предварительное голосование – это еще не сами выборы. Они покажут, наверное, только тех лидеров, которые в последующем пойдут на выборы. Но нам очень важно мнение наших жителей. Сейчас мы будем активно работать над программой предвыборной. Она в ближайшее время будет сформирована. В Чувашии началась летняя оздоровительная кампания. В 320 лагерях открылись первые смены. Разумеется, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Условия отдыха детей проинспектировал прокурор Чувашии. Футбольное поле, баскетбольное, волейбольное и даже мини-биатлонные площадки. Таким набором может похвастаться далеко не каждый лагерь. В «Космонавте» у каждого отряда есть даже своя веранда для уличных мероприятий. Соблюдение социальной дистанции немаловажно в нынешние времена. Проектная мощность лагеря – 320 детей в смену. В этом году разрешили заполнить только 75%. Янина Фадеева отдыхает в «Космонавте» уже в четвертый раз. Мне нравится очень организация этого лагеря, потому что всегда дни насыщены какими-то мероприятиями. Они могут быть спортивными, творческими. Постоянно мы ставим какие-то интересные танцы. Здесь, конечно, определенно очень вкусно кормят. Спасибо большое повару Елене Васильевне. Ее булочки очень вкусные на высшем уровне. В 2020 году лагерь отремонтировали. Здесь заменили кровлю корпусов, поменяли полы, двери. Стало уютнее, теплее и чище. Из республиканского бюджета на это выделили 7 миллионов рублей. В каждом отряде и в общих местах сбора установлены санитайзеры. Дети уже привыкли к особым правилам. И даже ежедневное измерение температуры не мешает им радоваться каникулам и знакомству с новыми друзьями. У нас тут проводятся дискотеки. Мне нравятся дискотеки. Мне нравятся мои вожатые Антон и Катя. Я очень их люблю. Они отдают всю свою душу нам. Я познакомился с одной девочкой на дискотеке. Станцевал медляк. На территории круглосуточно ведется видеонаблюдение. В штате два охранника. Еще одно новшество этого года – отмена родительского дня. Лишние контакты ни к чему. Необходимые вещи папа и мамы могут привезти и оставить на пропускном пункте. Прокурор Чувашия Андрей Фомин существенных нарушений в лагере не обнаружил. А где пьют дети? Вот ребенок бегает, бегает, бегает. Это холеры в корпусах. Вы сейчас обратили внимание. В корпусах сошли, дают у вас кулю. А стаканов нигде нет. Нет, а мы стаканы, все космонавские стаканы. Призывайте, я покажу. Сейчас. То есть у каждого недели. Мы с руководным озором согласуем. На сумбочке. Из недочетов, травмоопасное покрытие детской площадки, запасные ворота были открыты. Дети могли спокойно выйти за территорию лагеря. У некоторых сотрудников оформлены не все документы. Администрация их должна устранить в ближайшее время. Прошли по территории, посмотрели бытовые условия, в столовые зашли. Ну, я считаю, что коллектив лагеря, директор лагеря, ну, они максимум сделали, исходя из своих финансовых возможностей. В принципе, лагерь в хорошем состоянии. Самое главное, детям здесь нравится. Дети с удовольствием, с настроением. И все занимаются, все занимаются спортом на свежем воздухе. Ну, да, конечно, хорошо то, что сейчас детям и надо. Год был непростой. В условиях изоляции, дистанционки, дети соскучились и по общению. Дети приехали за здоровьем, за впечатлениями. Поэтому, я думаю, здесь все они получат в этом лагере. Детские оздоровительные лагеря в этом году на все лето останутся под пристальным вниманием правоохранительных органов и Роспотребнадзора. Татьяна Трофимова, Юрий Марков, Республика. Детский лагерь «Звездочка» меняет свой статус. Его перепрофилируют в учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи под названием «Авангард». Клянемся быть спортивными! Клянемся! Клянемся быть здоровыми! Клянемся! Клянемся быть веселыми! Клянемся! Лето. Долгожданные школьные каникулы. Беззаботная пора. Кто-то отправился в деревню к дедушке и бабушке. Кто-то в детский оздоровительный лагерь. Благо, в этом году они работают. «Звездочки» вот уже на протяжении многих лет с удовольствием отдыхают ребята из Новочебоксарска и других районов и городов республики. Самые яркие воспоминания, как правило, остаются после такого дружного совместного отдыха. Ведь, как пел известный бард, «Лето – это маленькая жизнь». Я в лагере первый раз. Сегодня мы играли в различные интересные игры. Я познакомилась с новыми друзьями. Мне здесь очень нравится. Но если дети радуются каждому прожитому в лагере дню, то взрослые решают серьезные проблемы. Большинство таких загородных учреждений нуждаются в реконструкции. В наши пионерские лагеря на протяжении многих десятков лет не приходило внимания и не приходило финансирование. И наши дети, конечно, должны проводить свой летний отдых в очень хороших и интересных качественных условиях. Наша задача – подготовить единый подход модернизации, который будет включать в себя безопасность, увеличение мест. Ну и, конечно, сами корпуса должны быть современными, удобными, комфортными. Перепрофилирование идет в рамке единой комплексной программы модернизации лагерей Чуваши. После капитального ремонта учреждение сможет принимать детей в течение всего года, не ограничиваясь летними каникулами. То есть лагерь получит дополнительное развитие. Он начнет работать на 100% своей мощности. То есть мы сможем принимать детей не только в каникулярное время, а еще в середине года, то есть осенью, зимой. То есть мы охватим большее количество детей. У нас появятся новые специалисты, в лагере появятся новые возможности, новое оборудование. То есть нашим детям будет гораздо интереснее быть уже в совершенно новом лагере, в котором должен появиться и бассейн, и стрелковый тир, и преобразится все спальные корпуса. В перспективе у каждого детского лагеря появится свой профиль. Екатерина Шверова, Вадим Владимиров, Республика. С каждым годом в республике становится все меньше сирот. По состоянию на 1 мая в Чувашии почти 1800 семей взяли на воспитание детей. Чтобы таким семьям было легче находить единомышленников и обмениваться опытом, проводятся различные фестивали, акции и конкурсы. С победителями регионального этапа конкурса «Успешная семья при Волжье» встретился глава республики Олег Николаев. В Чебоксарском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних с утра каникулярное настроение, веселые игры, песни и танцы. Глава республики Олег Николаев ознакомился с деятельностью социально-реабилитационного центра. Психолог Роман Казначеев, работающий здесь, предпочитает путешествовать с детьми. В походе мальчики должны чувствовать себя как настоящие мужчины, говорит он. Они учатся и палатки ставить, и костер разводить. Дети в таких ситуациях в лесу, вдалеке от проблемы, трудностей, раскрываются и распрепощаются. Ну и ко всему прочему, после каждого похода, когда мы собираемся, мы убираем за собой тот участок, на котором находились. Возможно, все охватываем как можно больше пространства, чтобы убрать беспорядок. К сожалению, такое в наших местах, в наших лесах присутствует. В этой комнате молодые журналисты оттачивают свое мастерство. Юные акулы-пират спросили у руководителей республики, какую тему он осветил в числе первых, если бы был блогером. Вот знаете, если бы я вернулся в свои годы, когда мне было там лет 10, я бы, конечно, сразу сказал бы космонавтику. Потому что в то время была космонавтика вообще популярной темой. Но сейчас уже, когда много где поработал и соответствующим образом попробовал себя в разных сферах, наверное, все-таки интересно, знаете, вот как раз тема семейных отношений и вопросы личностного развития. Рядом маленькие кулинары угостили главу республики печеньем, которые испекли сами. Здесь же в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних собрались победители конкурса «Успешная семья при Волжье». В дружной семье Львовых из Чебоксар воспитывается 9 детей, 5 – усыновленные. Именно эта семья будет защищать честь Чувашии в финале соревнований. Мы участвуем, даже сказать сложно, но когда нам предлагают, мы всегда соглашаемся. Когда готовимся, так интересно начинается все, все так трудно. А потом, когда самый главный конечный результат, приходим и как-то случайно, абсолютно случайно побеждаем иногда. В семье Михайловых из Янтиковского района тоже 9 детей. Из них 8 – усыновленные. Они стали победителями в номинации «Самая дружная семья». Спортивная семья Алжейкиных воспитывает 12 детей. Мама и папа говорят, что, несмотря на 8 усыновлений, у нас нет чужих детей. Все – свои. Я считаю, что дети – это наши учителя. Хотя я сама в профессии – педагог, но они – наши учителя, самые лучшие учителя. От них мы учимся психологической гибкости, потому что дети разные бывают. Учимся любить, творить, радоваться жизни. Ну и быть счастливыми, наверное, да, потому что дети приносят счастье, я так думаю. Глава Чуваши поблагодарил всех тех, кто заботится о детях, оставшихся без попечения родителей. И подчеркнул, что республика и дальше продолжит помогать многодетным семьям. Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Ульяна Пятакова, Татьяна Раевская, Николай Скворцов, Республика. Житель Чебоксара украл электрический самокат. Теперь 48-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина схватил самокат на остановке театра оперы и балета и побежал с ним в сторону троллейбуса. Возможно, он не знал, что транспортное средство принадлежит службе проката. И по новой мобильной системе самокаты можно оставлять в разных точках города. Но это не спасает его от наказания. Прокуратура Московского района города Чебоксары направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба. Установлено, что вечером 11 мая текущего года обвиняемый, находясь на одной из остановок общественного транспорта в городе Чебоксары, тайно похитил электрический самокат, прилежащий предпринимателю, оказывающему услуги по его прокату. После совершения преступления злоумышленник на общественном транспорте скрылся с похищенным самокатом, а затем принес его к себе домой. Обвиняемый не учел, что самокат был оснащен так называемым GPS-датчиком, позволяющим отследить его местонахождение, что и было сделано сотрудниками полиции. В настоящий момент самокат возвращен его владельцу. «Юный страж закона» – конкурс под таким названием сотрудники УФСИН России по республике проводят ежегодно. Его участники – сами сотрудники, их дети. Самые интересные моменты в материале Натальи Мальчиковой. Старт соревнованиям дал отряд специального назначения. Работали с полной выкладкой, как в реальном рукопашном бою. У спецназа иначе не бывает. Использование боевого оружия, приемы самообороны. Вроде каждый действует в одиночку, а в результате – командная работа. Многие из ребят принимают участие в конкурсе не первый раз, но эмоции и впечатлений каждый раз хоть отбавляй. Мне запомнилось то, как хорошо наши солдаты выступали, как хорошо они работают, как разбираются гранатомет, как он называется и сколько он весит. В открытом доступе выставка боевой спецтехники и оружия. Можно все потрогать, кое-что примерить. И вот он – полный боевой комплект, где один только шлем весит 3 килограмма. Это автомат Калашникова, штурмовое оружие. Автомат состоит из 11 основных частей, которые разбираются. Вот сюда кнопку нажимаешь и на себя дергаешь. Добавляем крюсу, накладываем и на себя тянем. Ребята не только смотрели, как работают взрослые, но и сами показали свои умения и навыки. Мы в команде все вложим! Все равны, как на подпор. Ведь мы – команда ФРГУ «ЕК-5» антитерон! Разумеется, к интеллектуальным и спортивным конкурсам ребята начали готовиться задолго. Андрей Башкиров утверждает, что все это пригодится в жизни. Мы здесь будем играть в игры, бить пенальти, смотреть оружие, уже смотрели. Потом играть в игры на логику и шифровальщиком, и рисовать на асфальте. Один из тех, на кого ребята хотят равняться, это Анатолий Тапиров. В отделе он работает 22 года. И воспитание достойной смены для него – одна из важнейших задач. Спецназ всегда являлся символом, образцом каким-то для мальчишек. И все, конечно, хотят попасть и стремятся попасть. Ну и для меня тоже было, естественно. Хотелось служить, но так, как я занимался спортом, естественно, у меня подготовка была. Ну и приняли нормативы, так я и был зачистен. Чтобы здесь служить, нужен человек, чтобы это все нравилось. Увлечен он должен быть этим. Мне кажется, глядя на нас, и мы же такими были, глядя на старшее поколение, хотелось быть, как они же. В соревнованиях участвовали 12 команд учреждений УФСИН. Организаторы считают, что подобная профориенционная работа помогает ребятам определиться в жизни. А еще они больше начинают уважать и ценить труд своих родителей, проведя с ними целый рабочий день. Очень радостно и символично в этот день видеть детей сотрудников, самих сотрудников в кругу семьи, именно на базе нашего спецназа. У нас больше 2000 сотрудников по нашему УФСИНу. Работа, да, очень сложная, напряженная, связанная иногда с риском для жизни. Дети, участвуя в этих конкурсах вместе с родителями своими, что отрадно видеть здесь, привучаются, наверное, к патриотизму и больше ценить именно своих родителей, чем они занимаются. Жюри определило победителей. Первое место у команды СИЗО-2, второе у исправительной колонии номер 6 и третье у СИЗО-1. Наталья Мальчикова, Бахтиар Велиев, Республика. Программа национального телевидения «Чувашия» и «День перемен» в списке лучших детских телепрограмм России. В Ярославле прошел международный фестиваль «Свет миру, дети». «День перемен» — это реалити-шоу, в котором дети меняются местами с родителями. Идею программы придумали наши юные коллеги, потому что очень хотели почувствовать себя взрослыми и оказаться на их месте. Жанр реалити-шоу очень популярный, рейтинговый, но и сложный в реализации. Члены жюри конкурса «Свет миру, дети» дали несколько советов, как сделать программу еще интереснее, например, использовать при съемке больше маленьких камер для новых ракурсов. Итог фестиваля — серебряный диплом и море вдохновения для новых выпусков. Кстати, принять участие в съемках можете и вы, если, конечно, ваша семья дружная и смелая. Это главные новости Чувашии в среду 2 июня. До свидания.